Всем привет, дорогие друзья! С вами видеоблог канала Gameplay. Меня зовут Юрий Аксёнов, и сегодня мы поговорим о четырёх анонсах игр для андроида, как обычно. Итак, первый анонс очень интересный, очень крутой, и называется этот анонс Double Dragon Trilogy. Это легендарная серия Eagle, 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 да, игр, Double Dragon, то есть если у вас было в детстве Sega или Dendy, то вы по-любому играли в эту знаменитую и очень крутую серию, и теперь разработчики решили сделать официальный порт всех трёх частей для андроида. И как вы видите сейчас, наверное, в трейлере, у нас в одной игре будут сразу объединены все три истории. Возвращение этой легендарной игры на наши мобильные платформы с полной адаптацией, это просто нечто крутое. Я уже очень сильно хочу, чтобы скорее эта игрушка вышла, и я смогу пройти снова все три части совершенно... Не знаю, я прям воодушевлён этим анонсом, и какие плюшки у нас будут ко всему к этому. Это будет не просто какой-то обычный порт, где мы сможем спокойно поиграть. Мы, в принципе, можем и сейчас поиграть, скачав симулятор Sega или Dendy, и поиграть в него на своём мобильном устройстве. Но чем будет отличаться всё-таки их официальная версия от версии для эмуляторов? А тем, что здесь будет, во-первых, поддержка джойстиков на официальном уровне Bluetooth. Второе, вы сможете по Bluetooth вдвоём с вашим другом играть и проходить вместе кампанию. Здесь будет два режима игры, ну, судя из трейлера, там было написано «История» и «Аркада». Чем они будут отличаться, я не могу вам сказать, потому что, я думаю, нам нужно просто дождаться релиза и обязательно скачать эту легендарную и очень классную игру. И пройти её обязательно, естественно, всю. Итак, давайте перейдём ко второй новости. Все вы, наверное, играли в далёком 2011 году, может, кто-то чуточку позже играл, в такую игру, как Battleheart. Это был такой своеобразный RPG, в котором вы управляли своей командой из нескольких человек. Эта игра стала поистине легендарной, появилось огромное количество клоунов, как китайских, так и некитайских, и это была просто потрясающая игра. И так вот, разработчики, как оказывается, все эти два года не теряли время впустую, а работали над новой частью. И что мы будем видеть в этой части, в продолжении данной игры? Игра будет называться Battleheart Legends, если я не ошибаюсь. Если что, вы в трейлере увидите и подправите меня в комментариях. И это полностью переработанная игра. Судя по трейлеру, мы получим уже не такую игру, как мы видели, с такой какой-то мультяшной графикой, с интуитивно понятным управлением, с помощью тапов и всего, а мы получим полноценную RPG-экшен. Это вы сейчас видите в трейлере. И вообще, по стилистике, игра мне почему-то напомнила Мэджику, но Мэджику не которая была для мобильных платформ, а которая была именно для ПК. И, если честно, судя по трейлеру, игра меня просто вдохновляет, воодушевляет, и по-любому это будет просто бомба. Я думаю, даже эта игра будет намного круче, чем была первая часть данной игры. Не, я, конечно, не оспариваю. Первая часть тоже была очень классная и крутая. Но вторая часть просто рвет все рамки. Это будет очень крутой экшен-рпг. И просто надеюсь, что мы все доживем и сможем поиграть в эту замечательную игрушку. Вы, наверное, сейчас смотрите и думаете, куда я гоню, почему я так быстро говорю и так быстро снимаю свой видеоблог. А дело в том, что уже на улице темнеет, искусственного освещения у меня для видеосъемки нет, к сожалению, поэтому я стараюсь пока за окном еще светло уложиться в этот короткий лимит и успеть снять свой видеоблог. Но давайте отвлечемся от этого маленького лирического отступления и продолжим наш видеоблог. Следующая новость касается игры «Рыбокоп». Все, наверное, уже видели, слышали о том, что в феврале 2014 года выходит ремейк фильма «Рыбокоп». У него теперь стал мега-крутой костюм, он стал какой-то более серьезный, а не такой, как был в моем, по крайней мере, детстве, в 90-е. Но можно, конечно, поспорить, лучше будет новый «Рыбокоп» или хуже, но, по крайней мере, по крутости и по эффектам, я думаю, этот фильм будет уже намного лучше, и «Рыбокоп» будет не такой страшный, как был в 90-х. И реально, когда он снимал маску, это выглядело очень жутко. Но давайте поговорим теперь об игре. Игру делает компания Gloomobile. И что это такое? Вообще, можно подумать, что из «Рыбокопа» сделают 3D-экшн, где мы будем ходить с помощью полицейского робота, уничтожать преступность в одном из американских городов. Но, просмотрев весь ролик геймплея, который идет 20 минут, ссылка в описании будет на полный ролик, а если кому-то будет интересно посмотреть весь ролик, можете там посмотреть. Я понял, что это будет. Это будет своеобразный тир, но он будет несколько интерактивный. То есть вы будете, не вы, точнее будете, а ваш «Рыбокоп» будет сам перебегать, например, от одной улицы до другой, и там вам необходимо будет зачищать территорию от ваших противников. Будет магазин, естественно, система прокачки, и, наверное, скорее всего, игра будет абсолютно бесплатная. Во-первых, потому что это все-таки реклама к фильму, а во-вторых, это Глу-разработчик. А Глу обычно делает бесплатные игры, которые напичканы просто жесточайшим донатом. Но будем надеяться, что игрушка все-таки не подкачает. Хотя, если честно, в такую игрушку я поиграю, но ненадолго, думаю, денек, два, и все. Я такую игрушку, если честно, заброшу. Но я не мог обойти мимо данную новость, потому что все-таки Глу Мобайл достаточно популярная компания, делающая популярные игры. «Рыбокоп» достаточно популярный персонаж, достаточно ожидаемый фильм про него, и поэтому я рассказал вам об анонсе данной игрушки. Последняя новость на сегодня коснется игрушки, выполненной в жанре Stealth Action. Я люблю такие игры. Вообще, в чем они заключаются? В том, что вам необходимо совершенно бесплатно совершить какие-то операции, то есть зачистить территорию, уничтожить соперников, разгадать какие-то головоломки. Вот, кстати, недавно была игрушка в таком жанре, называлась она Level 22. И теперь я хочу вам рассказать о нечто подобном, а, возможно, даже превосходящем ту игрушку. Игрушка называется The Incredible Course, и в этой игре вы будете сражаться с силами пришельцев и с силами зомби, но, судя по ролику, я понял то, что якобы пришельцы, захватив землю, похитили человеческие мозги и превратили всех людей в каких-то биороботов, очень сильно смахивающих на зомби. И нам в роли одного из таких вот зомбо-биороботов необходимо будет прокраситься на базу пришельцев, уничтожить охранников и забрать мозги, которые они похитили у нас, у самых крутых существ во Вселенной, у людей. Игрушка, думаю, будет очень интересная, потому что вам необходимо будет разгадывать какие-то головоломки, какие-то схемы проворачивать, подкрасться сзади к инопланетянину, перерезать ему глотку, ну и так далее. Такие игрушки просто потрясающие, их мало на андроиде, это, конечно, очень печально, но, думаю, в будущем разработчики увидят то, что данная игрушка будет очень популярной, и другие тоже возьмутся за голову и сделают много-много таких. А потому что тиры и раннеры делают практически каждая компания, и это просто уже приелось и является обычной нормой. То есть точно так же, как мы ходим в туалет, или точно так же, как мы с вами кушаем. А вот стелс-экшены, это по-настоящему редкость, и поэтому ни в коем случае нельзя нам будет пропустить данную игрушку. Ну, вот, собственно, на сегодня видеоблог мой и подошел к концу, он, наверное, был достаточно короткий, не длинный, но все-таки на улице темнеет, и мне надо, кстати, начинать думать над освещением, потому что зимой вообще будет быстро темнеть, и я просто не представляю, как я буду укладываться в свое время, чтобы успеть засветло снять. Поэтому, я думаю, будет проще купить несколько каких-нибудь светильников для того, чтобы более качественно меня было видно. Что еще хотел сказать? Вот под прошлым видеоблогом вы мне писали много вопросов по поводу моей одежды. Да, это вышиванка, и вы начали мне писать, украинец я или нет. Ну да, я украинец, правда, я живу в России, но Украине никогда не был, но корни мои из Украины. Поэтому я уважаю как русскую культуру, так и украинскую, и вообще считаю эти два народа единым целым. И просто, не знаю, сложилось так исторически, то, что, к сожалению, нас разделили. Поэтому, уважаемые украинцы, вам привет, русский привет, живу в России, чту и русскую, и украинскую культуры. Ну, на сегодня все. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был GamePlan. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok